Здравствуйте! Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский. В студии Полина Малюкова и в начале выпуска коротко о главных событиях дня. Кредитные мошенники. На карагандинца без его ведома оформили микрокредит. За два года сумма выросла в 12 раз и продолжает увеличиваться. В Караганде неизвестный обстрелял автобусы с людьми. Инцидент произошел во вторник вечером в районе остановки 45-й квартал. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сразу три карагандинские красавицы стали победительницами международного конкурса красоты. Все они получили заветные короны, почетные ленты Little Princess 2019. Житель Караганды к своему удивлению обнаружил, что внесен в черные списки банков. Как выяснилось, на мужчину без его ведома оформили микрокредит. За несколько лет сумма долга выросла в 12 раз. Канад Досмуханов решил проверить свою историю. Обратился в один из банков. Именно там мужчина узнал, что входит в черный список. Оказывается, на его имя еще в 2017 году оформили кредит в организации «Честное слово Казахстан». Пострадавший сразу же написал заявление в полицию. Правда, там делом заниматься не спешат. «Почему-то мне полиция на дополнительный допрос не вызывала. И если я звоню следователю, который вообще принимал мое заявление, он говорит, что не он занимается этим делом, а кто-то другой. Здесь у меня вопрос такой становится. Почему такое отношение нашей полиции, если я как гражданин Республики Казахстан обратился к ним. Это факт мошенничества получается. Это вообще уголовное дело должно быть». По всем правилам микрокредитная организация уже давно должна была забросать должника письмами и звонками. Однако в течение двух лет ни одного намека на задолженность мужчина не получал. Он уверен, это делалось умышленно, чтобы сумма превратилась в ужасающее число. Как мошенникам удалось оформить документы, остается только догадываться. Предположение, не знаю, честно сказать. Но бывает, что я каким-то знакомым скидываю свое удостоверение ватсапом. Вот это бывает. Скорее всего, где-то ИИН мой где-то вылез, может быть. Потому что, скорее всего, оформили просто по ИИНу этот кредит. И все, подпись, наверное, там даже примерно что удостоверение может было и поставили. Но я заявляю, что этот кредит я не брал. Я готов это и на суде доказать. И я думаю, что это легко доказать в целом. И не нужно из него делать гражданско-правовое отношение. Нужно его превратить в уголовное и данного руководителя посадить. Канад Досмуханов призывает всех казахстанцев, пострадавших от кампании «Честное слово Казахстан» объединиться и написать коллективную жалобу. Мужчина уверен, что это не единичный случай. В отношении этой кампании к арагандинским отделам полиции зарегистрировано три факта мошенничества. Ведется расследование. Адвокат Илья Махлов отмечает, что микрокредитование и финансовые махинации, связанные с ним, получают все большее распространение. Именно поэтому начальные сведения необходимо собрать самостоятельно. Нужно поговорить с судебными исполнителями, взять решение судов. Вообще взысканы эти деньги с должников или же нет. Обычно там делают нотариальную надпись. То есть если займ у нас сейчас оформлен, если договор полностью подписан, там не обязательно обращаться в этой же конторе, в суд, например. Они делают нотариальную надпись, на основании этой надписи уже действует частный судебный исполнитель. То есть нужно отменить эту надпись нотариальную, обратиться в суд о признании действительным. Но это все-таки занимает время, это 2-3 месяца, не меньше. Однозначно людям нужно будет ходить. Если вы стали жертвой в подобной ситуации, в первую очередь необходимо выяснить, о какой именно организации идет речь. Обратиться к ее ответственным лицам, прояснить, как, когда и на какую сумму был заключен договор. Собрав всю информацию, обращайтесь в суд для признания договора недействительным. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде неизвестный обстрелял автобусы с людьми. Инцидент произошел 8 октября вечером в районе остановки 45-й квартал. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейские принимают меры по установлению и задержанию злоумышленника. Злоумышленник или злоумышленники обстреляли три пассажирских автобуса из пневматического оружия. Об этом свидетельствуют металлические шарики, найденные в салоне. В момент инцидента в транспорте находились пассажиры. А поскольку это был час пик, то в каждом из автобусов было около 100 человек. И лишь по счастливой случайности никто не пострадал. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейские принимают меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц. Неизвестное лицо повредил посредством использования пневматики стекломаршрутных автобусов в районе остановки 45-го квартала. По данному факту зарегистрировано в уголовное дело по статье «Хулиганство». На сегодняшний день проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленные на установление и задержание подозреваемого лица. В Караганде необходимо повышать транспортную дисциплину среди водителей. Особенно это касается общественных перевозчиков. С этой целью департамент полиции проводит оперативно-профилактические мероприятия «Автобус». На этот период будет усилен контроль на автодорогах области. Во время оперативно-профилактических работ будет увеличена плотность нарядов на автодорогах. Созданы мобильные группы. Следить за заплюдением правил дорожного движения будут и представители общественности. Отдельное внимание будет уделено техническому состоянию транспортных средств. Хочу также акцентировать внимание на то, что мы не только будем работать в городской сети, но мы будем также работать и автобусами, которые перевозят, имеют междугородные значения, а также международные. Остро стоит также экологический вопрос. Горожане должны забыть о черных клубах дыма, остающихся позади автобусов и маршруток. Теперь сотрудники будут замерять, насколько превышается норма выбросов вредных веществ в воздух. На сегодняшний день результаты около 40 транспортных средств оказались выше нормы. Не останутся без внимания и жалобы карагандинцев на чрезмерный шум на главных улицах. Звуковые сигналы без надобности, они считаются нарушением правил дорожного движения. А были такие зафиксированы конкретно на остановках? Не только на остановке. В целом у нас есть такие правонарушения, когда мы привлекаем водителей за подачей звукового сигнала без какого-либо необходимости. В Карагандинской области 49 автобусных парков. В них зарегистрировано 1756 единиц техники. С января текущего года со стороны водителей общественного транспорта выявлено 654 нарушений правил дорожного движения, 5 аварий со смертельным исходом. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Пять жителей Балхаша задержаны в Актугайском районе по подозрению в браконьерстве. В двух автомашинах полицейские обнаружили четыре мешка мяса, предположительно лося или архара. Никаких документов на приобретение и провоз не имелось. Также в ходе осмотра было обнаружено и изъято гладкоствольное и нарезное оружие. Заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Проводится расследование. Профсоюзы являются главными защитниками социальной справедливости. В Караганде провели круглый стол, на котором обсудили роль профессиональных союзов в развитии экономики и решении социальных вопросов. Профессиональные союзы являются защитниками человека труда, защитниками социальной справедливости. Об этой главной роли шла речь за круглым столом, организованным в преддверии профессионального праздника. Заместитель Акима Карагандинской области Алма Сайдаров отметил, что в последние годы в стране большое внимание уделялось развитию экономики, социальные же вопросы отодвигались на второй план. Сегодня ситуация изменилась кардинально и в решении социальных задач государство особая роль отводится профсоюзам. Профсоюзы Карагандинской области имеют большой опыт плодотворной работы, отметили участники Круглого стола. Они одни из первых в стране еще на заре независимости Казахстана перестроились на новые взаимоотношения с работодателями. Уже привычными стали коллективные договоры и трехсторонние комиссии по разрешению трудовых конфликтов. Все вопросы решаются в области на уровне областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству. Все вопросы, которые возникают в коллективах, они имеют принцип предварительного разрешения. Мы стоим на том, что любой вопрос должен решаться за столом переговоров. Переговорный процесс – это самое главное. Мы в прошлом году открыли центр примирения, в котором почти 200 заявлений было рассмотрено вопросов примирения. В завершение мероприятия отраслевыми знаками и почетными грамотами были награждены лучшие работники профсоюзного движения Карагандинской области. Напомним, что учредить в Казахстане День профсоюзов в феврале предложило Министерство труда и социальной защиты. Уже в мае соответствующие поправки были приняты правительством. С этого года, каждое 10 октября будет отмечаться День профессиональных союзов Казахстана. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сразу три маленькие мисс в очередной раз продемонстрировали красоту и одаренность казахстанок. Карагандинские девочки одержали трехкратную победу на конкурсе красоты в Турции. Юным красавицам всего 6-7 лет. Дарине Минисовой всего 7 лет, а она уже настоящая титулованная принцесса. Девочка стала мини-мисс Караганда-2019 и отправилась на международный конкурс в Турцию. Здесь она представила свой талант, совместив восточный танец с гимнастикой. Как настоящая мисс, ей, конечно, больше всего запомнились красивые платья участниц. Национальные платья, вечерние, спортивные выходы, ну вот, и танцы. Один спортивный танец, один бальный танец, один казахский танец. Ну и вот. И там были таланты. Там я со всеми девочками познакомилась. 50 юных красавиц из 30 стран прошли сразу несколько этапов отбора. Здесь все было по-взрослому. Сначала визитная карточка, где девочки представили себя и родные края. Затем представление своего таланта. Танцы, песни, гимнастика, кто во что гораст. Но самыми сложными и интересными стали дефиле в костюмах сказочных персонажей и в вечерних нарядах. Алина Батырхан предстала в образе павлина. То есть они показывали свой костюм, который мы заранее подготовили. Это был костюм сказочного героя. То есть у нас, у Алины был костюм павлина. То есть его признали самым лучшим. Все туристы, все приходили, фотографировались с ней. Он такой очень красивый, креативный получился. И третий выход – это выход в вечерних платьях. Девочки готовились к конкурсу несколько месяцев. До мелочей продумывая костюмы и творческие постановки. Все они получили заветные короны, почетные ленты Little Princess 2019. А главное – незабываемые эмоции и новые знакомства. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В областной библиотеке прошел творческий вечер, посвященный 115-летию Жусубека Елибекова «Арка-ННН Алтенбэ-Тирегэ». Воспоминаниями и памятными моментами поделились близкие по духу люди певца. Внимание уделили книжной выставке о творчестве певца, исполнили произведения. Астаби Булканов – один из солистов группы «Арка». Специально приехал в Караганду, чтобы отпраздновать юбилей. Певец с теплом вспоминает совместные годы творчества и отмечает, что никто не исполнит песню Абая так, как Жусубек Елибеков. Как-то в Алматы министры позвали в гости Ауэзова. Он открытый человек, ничего не подумав, спросил, а Жусубек дома есть? Тогда министрам стало стыдно, и в следующий раз, когда звали в гости, то и Жусубека обязательно приглашали. Когда в командировку ездили, Жусубек всегда с собой брал свою домбру. Все знают, что песни Абая, как Жусубек, никто не споет. Назипа Аскарова с теплом вспоминает супругу певца. Она также проявила себя как очень одаренный человек, всю жизнь посвятила кино. Появлялась в главных ролях даже на 98-м году жизни. Женщина всегда поражала друзей своим прочтением стихом Махжана Жумабаева. Хабиба была красивой женщиной, человек знатного рода. Даже в 100 лет она не теряла рассудок, а в 98-м сыграла большую роль в казах-фильме. Она была в роли первой жены в фильме «Бржан Сал». Памятный вечер призван рассказать молодежи о творчестве этого великого человека. На мероприятии выступил Медета Сатаев и лауреаты республиканских конкурсов. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ну а это были все новости на сегодня. Увидимся в эфире телеканала «Первый Карагандинский». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!